Всем привет! Меня зовут Грифон и мы продолжаем проходить Властелин колец Война на Севере. Как вы уже наверное успели заметить, я прибавил уровень, заканчивал прошлую серию 14-го, сейчас уже 15-го. Немного, но все же дело в том, что я за кадром через вот этот волшебный телепорт вернулся в Ривенделл, а оттуда уже выбрав ведунью, перепрошел форност и могильники. Понаходил тайники, которые видит только она. Записывать этого я не стал, потому что проходил я полностью эти локации, но не во всех из них были тайники. И те локации, где не было, просто пришлось их пробежать. Впредь я так делать не буду. Постараюсь все записывать и запоминать те локации, где все-таки есть секреты, чтобы акцентировать внимание только на них. Ну а сейчас я продолжаю уменьшать популяцию орков, вон они походу, или это деревья, или это они. Популяцию орков в надежде добраться до каменного великана Баргризара. Засада. Ох, ядрен батон. Походу я его и нашел. Да. Че-то, походу, ни хрена я ему урога не нашу. Ну точно. Либо куда-то в определенные места надо бить. Блин, а куда что надо. О, познавка я орла. Вот, отлично. Сколько он ему здоровья-то вознял. Налденький, я начал ему урон наносить. А до этого он что, промахивается. Ну ладно. Да, и еще пока я кралу заведунью, я открыл для себя такое великолепное ее свойство, как подбирание всяких травок и грибочков. А также, варка из них всяких классных зелий. Кстати, кстати, надо что-то из этого. Вот напиток победителя. Не то. Смертельных ударов. Вот. Попробуем. Нифига, это я ему наношу атакуеру. Ничего себе. Счастливая шапка. Обалдеть. Ты все что ли? Я как-то думал, что будет как-то поэпичней. Выпил зелье и все. Фу-ты-ну-ты. Ну ладно. Поглядим хоть, что с него выпало. Оу. Ерунда какая-то. И меч ерундовый. Короче, все какая-то ерунда. Ладно. Идем дальше. Мне кажется, что это все-таки не конец. Да, вон, живой дышит. Давай, голову ему вырви. Или глаз хотя бы. Вот. Молодец. И вот и все. Мой народ отмщен. Смотри, здесь твой сородич. Мой ладыка. Какой древний орел. Сидовый уже. Похоже, ты сделал за нас нашу работу, Беллираунд. Нет, ладыка Гвахир, благодаря не меня, а этих троих, Андриэль, Фарина и Эрадана. Это они избавили нас от Баргризара. Те самые трои, что спасли тебя в Форносте, воистину удивительный случай, словос ли у нас с вами. Если это был случай, сдается мне, что судьбы наши странным образом переплетаются. Но как бы то ни было, мы благодарны вам дважды за то, что спасли жизнь Беллираму и за то, что убили этого великана. Мы рады, что смогли отомстить за ваших павших сородичей, Баргризар угрожал всем свободным народам. Объединиться для его уничтожения было более чем хорошо сказано, но хотелось бы знать, с какой цели вы пришли на Этинский Пшанник. Это неподходящее место для прогулок. Мы ищем слугу темного властелина, человека по имени Агандаур. Ты о нем ничего не слышал? Беллирам говорил нам о нем, но, боюсь, выявились слишком поздно. Во время охоты на Баргризара мы обошли весь Этинский Пшанник, но так и не нашли следов того приспешника врага. Если он был здесь, можно предположить, что теперь его здесь нет. Мы будем охотиться на вражьи следы, силы, если еще оставшиеся в этом краю. Если Агандаур вернется, мы встретим его во всеоружии. Значит, нам нужно вернуться в Эмландрис, Кейл Ренду. Он наверняка тревожится и ждет вести, а мы уже давно отсутствуем. Я отправлю посланцем. Владыка, я обязан жизнью этим троим, но я тоже считаю, что Агандаур опасен для всех свободных воронов Севера и для Орлов тоже. С твоего дозволения, мне хотелось бы сопровождать их в походе. Ты просишь немало, Белеран. Возможно, скоро мне потребуются силы всех моих подданных. Однако я провижу великую судьбу этих троих и чувствую, что это касается и тебя. Хорошо. Я дозволяю тебе сопровождать их столько, сколько ты сочтешь нужным. Белеран не справится один, если только он не собирается тащить своих друзей в когтях, точно овец. С вашего дозволения, Владыка, я охотно возьмусь их сопровождать. Этот поход касается и меня тоже. Я хочу быть третьим. Да будет так. Трое будут веять в небе над троими ходить по земле. Да пребудет удача с вами всеми. Арменель и Берентор. Белеран будет старшим над вами. Повинуйтесь его слову до тех пор, пока не вернетесь. Теперь мне надо лететь. В Средиземье действует множество сил и происходит немало событий. Мне нужно поразмыслить над тем, какую роль во всем этом сыграют орлы. Мы благодарны вам за помощь, Владыка Гвайхер. Равно и за доверие. Так. Ну вот и возвращаемся в Ревендау. Да. Секретов 0 на 1 на 0. Круто. У каждого свой орел появился. Прекрасно, что вы наконец вернулись. Мы уже начали тревожиться. Только, боюсь, вам не удастся попрощаться с братством. Оно уже выступило в поход. По всему видно, что поход на Этинский Мшанник был опасным, однако вам удалось вернуться живыми, да еще и привезти с собой троих орлов. Полагаю, вам есть о чем мне рассказать. Как мы и опасались, троли и орки готовились к войне. Возглавлял их каменный великан, перешедший на сторону врага. Он уже успел изрядно навредить орлам. С помощью Белерама, нашего друга, орла нам удалось расправиться с великаном. Хвалю за отвагу, однако рассказ нарушает мне тревогу. С чего бы каменному великану нарушать обычаи своего племени? До сих пор они никогда не враждовали. На телах убитых врагов мы обнаружили вот эти знаки. Яснее ясного черного ворона, значит Агандаур. Нет сомнений, что за всем этим стоит Агандаур. Он сманил великана на сторону врага. Но я вижу и другие знакомые эмблемы, например, знак орков горы Гундабан, что далеко на севере. Что вы знаете о горе Гундабан? Это горный пик далеко на севере, там где сходятся туманные серые горы. Когда-то в его недрах жили гномы, но они давно ушли. Уже много лет под этой горой находится самое большое логово орков на всем севере. Средиземий найдется мало места опаснее, чем Гундабад. Как вы думаете о Гандаур? Он теперь в Гундабаде? Вполне вероятно. Из своего логова в Гундабаде орки прорыли множество тайных ходов по всей Туманным горам. По этим ходам они могут перемещаться целыми ордами, оставаясь незамеченными. Если Агандаур их прямо собирает армию, чтобы сражаться на севере, то наверняка его оплотом станет Гундабад. Ваше свидетельство тому подтверждение. Но мы не знаем, наверняка в Гундабаде он сейчас или еще нет. Может быть и нет. Но разве выход для нас сидеть сложа руки и ждать, пока он начнет войну на своих условиях? По крайней мере мы можем разузнать, что замышляют орки. Поход в Гундабад страшная у врачи логово. Был бы самоубийством для любого, но не для вас, испытанных воинов и храбрецов. К тому же, с такими спутниками, как орлы, у вас есть шанс застеричь врага в распуху. Одно могу сказать наверняка, бифа Гандаура. Вы разрушите планы врага и предотвратите войну на севере. А как же Фродо его поход? Неужели мы ничем не можем помочь? Реби Брошин, нам осталось лишь принять его на благо или же на погибель. Все, что нам сейчас остается, это укрепить оборону. Как вы намерены это сделать? Мы продолжим укреплять им Ладрис. Я отправлю вести всем нашим союзникам. Если враг придет, нам будет чем его встретить. Хотя, по правде сказать, главная наша надежда сейчас, это вы трое. Тогда нам снова пора в путь. На этот раз в горе Гундабад. Вы все храбрецы, стойкость ваша несравненна. Но все же подготовьтесь к походу как следует. В Кундабад не щадить неосторожных. Прощайте же, и да, сияет звезды ваш путь. Так, задание тинским шанник выполнено. Поговорим. Чудесный день для полета, правда. Ты родич Беллирама? Нет, но он всегда был моим наставником. Беллирам учил меня искусству полета и секретам ветров. Мы часто охотимся вместе. Он научил меня, как ловить диких овец на горных склонах, и как пикировать на волков, выдирая клочья шерсти из его хвоста. За Беллирам я получу ход на край света. Беренторг, великий Орн не создан для того, чтобы возить грузы. Я не стану просить тебя нести нас дольше против твоей воли. Конечно, я готов. Я давно уже просил Повелителя Ветров дать мне возможность показать себя. Я не страшусь ни орков, ни гоблинов, ни троллей. Давайте вернемся в небеса, и будем сеять ужас в сердца врагов. Это замечательное приключение. Не ты ли один из орлов, что пришли на помощь Бильбо в его походе? С Бильбо я не встречался, но наслышан на нем. А вот отец мой был одним из тех, кто нес гномов, а потом сражался в битве пяти воинств. Меня-то сочли слишком юным и неопытным, чтобы участвовать в битве. Так что мне нужно совершить немало подвигов, чтобы сравниться славой и доблестью с моим отцом. Что тебе известно о горе Гумдабак? Я никогда там не бывал, но знаю, что это высокая гора, которая стоит далеко на севере, на краю ледяных пустошек, и что она изданно кишит орками. Мы не гнездимся в тех местах. Когда через пустоши приносится северный ветер, на горы брушаются жестокие бураны. Но я не боюсь северного ветра. Так, мы еще и камни не все собрали. О, это теперь отсюда можно. Так, тут орел и тут орел. И там Бильбо сидит. Арминел. И я благодарен тебе, человек Запада. Этот великан, Баргризар, угрожал даже нашим гнездам высоко в горах. Ты мне не расскажешь о вашем предводителе Гвайхире. Гвайхир — великий вождь народа орлов. В полете он быстрее северного ветра, а слово его закон. Долгие пухи прошли с сих пор, как первый величайший повелитель орлов в древе. Тарандор парил на Средиземье. Гвайхир — самый могучий из его потомков по прямой линии. Он мудр, и взглядом проникает в самую суть вещей. Мало кого орлы удостаивают чести понести на спине, отчего именно ты вызвался сделать это. Мне довольна была того, что с вами летит Белеран. Но есть еще одно. Каменный великан, побежденный вами, убил моего отца. Теперь отец отмщен, и ради одного этого я готов отнести вас в любой край Средиземья. Хотя Баргризар и мертв, меня все еще сжигает жажда мести, и теперь эта месть обращена на того, кто послал великана в наши пределы. Ваш враг Агандаур, и мой враг тоже. Но мне не будет покоя, пока мы его не повергнем. Был ли ты в числе орлов, участвовавших в битве пяти воинств? Да, я был там. Когда полчища гоблинов, лавины покатились с горных склонов на союзные войска, я был среди тех, кто пикировал на врагов и сбрасывал их со скалки. Готов ли ты к долгому полету до горы Гундабад? Мы отдохнули и набрали сил, и Лерам ожидает, когда вы решите выступать. В этом походе он наш предводитель. Отлично. Интересно, есть ли смысл с этими всеми разговаривать? Рад снова видеться, Эрадан. Увидел, что вы прибыли, надо вам сказать, очень обрадовался. Теперь у нас с вами, друзья, есть нечто общее. Немногие могут похвастаться, что покатались на спине орла, хотя думаю, вам такой способ передвижения понравился больше моего. Да, не могу сказать, что в свое время полет достал мне удовольствие. А вам как удалось покататься на орле? О, это долгая история. Представьте картинку. 13 гномов, 1 маг и в придачу еще насмерть перепуганный хоббит. И вся эта компания, как пташки, сидят на деревьях, прячась от злобных полков и гоблинов. Враги довольно скоро нас учуяли и решили поджарить вместе с деревьями. Тут бы нам и у конец, если бы орла во главе с их повелителем не пришли на помощь. Я, конечно, неблагодарен, но стоит вспомнить о том полете, до сих пор голова кружится. А меня полет привел в настоящий восторг. Никогда ничего подобного не испытывал. Теперь не терпится снова подняться в небеса. Ясное дело, полет в небесах не может испугать того, кто не боится троллей и великанов. Да, я ведь наслышал на ваших подвигах на Этинском шайнике. Об этом сейчас весь Ривенделл говорит. Я ведь этих каменных великанов своими глазами видел. Представить не могу, как это вы справились с этой махиной. Вы сражались с великанами? Ну, сражаться не совсем то слово. Стараться изо всех сил, чтобы тебя не растоптали, еще не значит сражаться. Если честно, меня удивляет, что кто-то из великанов решил воевать с нами. У меня до сих пор было впечатление, что этому народу нет ни малейшего дела до остальных. Во всем этом видна рука Агандаура. Уверен, что из-за него великан изменил обычаи своего народа. И снова этот Агандаур. Ох, не нравятся мне такие новости. Особенно если подумать о Броваре. Или там, о... Ну да, о Шире. Ни Бровару, ни Шире против него не выстоять. Мы стоим на его пути, и мы твердо намерены отыскать этого Саурного Прихвостня. И покончить с ним раз и навсегда. Надеюсь, у вас все получится, друг мой. Вам не впервые разрушать его планы. В Форности и на Этинском Шайнике вам это отлично удалось. Знаете, история о ваших подвигах нужно непременно записать. Она должна оставаться в веках в назидании потомка. Я, конечно, сейчас занят другой книгой, но, возможно, когда я ее закончу, изложили бы вы мне все свои приключения поподробнее. Я пока сделаю кое-какие заметки, а потом, как будет время, распишу как следует. Что скажете? От что за честь, если ваша смиренная история достоит внимания столь великого? Прекрасно. Все началось несколько недель назад у Брода Сан-Гибиро. Великан был повержен, великие орлы присоединились к нам, и, наконец, мы вернулись в Риммендалл, чтобы принести известие Владике Элрону. Поразительно. Вот это история. Еще одной на пару томов хватит. Надеюсь только, что мое изложение будет ее достойно. Заметки, по крайней мере, я делал подробные. Но поскорее возвращайтесь. Мне нужно знать, что будет дальше. Я непременно это сделаю, как только будет время. А сейчас мне пора идти, счастлив, оставаться. Новое задание летописец. Биль Бабагинс хотел бы писать ваши приключения в своих хрониках. Захотите к нему время от времени, чтобы рассказать о последних своих странствиях. Отлично. И вновь приветствую. Да чего же приятно поговорить. Сколько воспоминаний о давних днях пробудились. Славные были времена, когда гномы, эльфы, люди, причем к плечу, выходили против вражеских полчищ. Так, значит, мы разговаривали. Ничего нового нам не скажет. Не сказал, вернее, это торговец. Братья, братья. Интересно, вы что-то новое нам скажете? Рад встреч, Эррона. Мы уже начали беспокоиться о вашем отряде. Возвращайтесь с победой, и не иначе, как на спинах Великих Орлов. Спасибо, что взяли на себя Баргризара. Каменный великан мог бы доставить нам много неприятностей. Если его уничтожить, орки и тролли Тинского Мшанника забьются в свои норы, и не посмеют выступить против нас. А вы можете рассказать о каменных великанах? Это странные создания, о них мало что известно. Они вроде... Они ведь почти не вмешиваются в дела иных народов. Однако до сего дня мы не видели от них никакого зла, и среди слуг врага они тоже не числились. Самое странное, что Баргризар вообще решился на нас напасть. Я вижу в этом руку темного властелина. Встречались ли вам следы врага у границ Ривенделла? Явной угрозы пока нет, но наши стражи границ недавно пристрелили нескольких гоблинов. Скорее всего, это были разведчики, высланные на поиски им ладриса. Кроме того, дикие земли наводнили волки. Быть может, это обычные звери, однако врагу уже случалось использовать подобных шпионов. Мы предполагаем худшее. Враг уже знает, где находится им ладрис. Ривенделл готов к войне? В нынешние времена безопасных мест не осталось. Ривенделл не крепость. Главная наша защита – это завеса тайны. Конечно, наша земля будет защищать нас. К тому же мы владеем особыми чарами. Вспомните, что стало с нас глыми на переправе. Некоторое время мы продержимся, но против многочисленной армии у нас нет шансов. Гибель им ладриса станет лишь вопросом времени. Еще одна причина поскорее избавиться от Агандаура. Чем раньше, тем лучше. Я отрадно видеть такую решимость противостоять врагу. И в коем случае теряйте бдительность, и Гундабад – одно из опасных мест на всем севере. Хотел бы я не иметь иных обязательств и отправиться с вами. Вам известно что-нибудь о горе Гундабад? Гундабад – заброшенная крепость, некогда построенная гномами. Теперь она захвачена орками. Эта крепость кишит врагами. Чтобы вернуться живыми из Гундабада, нам понадобятся все ваши умения. Разве орлы впервые помогают свободному народу? Наш народ всегда считал великих орлов друзьями, а вот люди не склонны им доверять. Они вообще привыкли относиться с недоверием. Порой случалось, что они обращались за советом к кому-то из бундрых. Но по большей части они сами себе, господа, и помогают только тем, кого сочтут. Похоже, вы сильно их впечатлили. Орлы, как никто другой, могли бы помочь нам в поисках. Отрадно видеть такую решимость противостоять врагу. Так, это он уже говорил. Почему мы вам не присоединиться к нашей охоте? Ваши мечи были бы не лишними. Наш отец и государь довольно ясно дал нам понять, что им адрес под угрозой, а значит мы нужны здесь. Таков наш долг, и мы должны ему повиноваться. Быть мы свободны, пошли бы вместе с Арагорном. За Арагорном я бы охотно пошел. Но вы так долго сражались за безопасность этих земель, зачем же теперь покидать их ради далекого юга? По многим причинам, не последней из которых наша дружба с Арагорном. Мы с ним делили немало ратных трудов и опасностей, как до того с его отцом и дедом. Мы бы хотели быть рядом с ним, когда он совершит то, за что боровалось и за что уповало. И сейчас мы останемся рядом с ним до конца, даже если это будет конец всех наших надежд. Ваши речи, будьте за мной, что они отправятся с вами на юг. Мы не можем думать только о себе. Нами движет долг перед отцом и перед всем нашим народом. И какой смысл Арагорном возвращать себе трон Гондора, в то время как Арнур за его спиной накрывает тень? Да, Арагорн, ладыка обоих королевств, Дун и Дайн по праву крови. Наш народ надеется, что мы еще увидим Арнур восстановленным и цветущим под властью короля. Но для слуг темного властелина дело обстоит совсем иначе. Они не успокоятся, пока эти земли не накроют тень, а свободные народы не станут рабами и не погибнут. Этого не случится, покуда я жив, даже если мне придется отдать всю кровь до капли. Ваши слова дарят мне надежду. Если вы не сойдете с избранной тропы, нам воистину не о чем беспокоиться. Истина так. Пока вы противостоите врагу на лавосевере, мы с братом будем тревожить его с юга. И я на это надеюсь. Прощайте же, друзья. Нас ждет Гундабард. Я понимаю, что лететь туда очень опасно. Быть может, мы хотим слишком многого. Но я считаю, что наступило время, когда все, кому не безразличны судьбы Средиземья, должны вступить в бой. С высоты все видно немало земель и народов. В каком-то смысле я хранитель Севера. В этот час я присоединяюсь к тем, кто достаточно силен и отважен, чтобы противостоять Гандауру и подобным нему. Ибо если мы потерпим поражение, возможно, не останется никого, за кем я мог бы наблюдать. Дружба Великих Орлов – большая честь для нас, и в особенности твоя дружба, Белерам. Да нет, я бы сказал, что это честь для меня. В столь смрачные времена приятно найти подобных друзей. Можете рассчитывать на меня до конца, каков бы ни был этот конец. Беззовите меня, не коллеги, если бы готовы нести вас в Гундабад. Твои друзья слишком охотно согласились нам помочь. Быть может, они недооценивают опасность. Что ты о них думаешь? Арминель – закаленный воин. Он прекрасно понимает, что его ждет и с радостью летит навстречу судьбе. Берен Тор – юный пылок, ему хочется показать себя, но в глубине души он весьма отважен, и немногие могут потягаться с ним в стремительности. Впрочем, зачем нам верить в Мененасло? Спросите у них самих, они охотно поговорят с вами. Меня удивляет, что Гвайхир дозволил вам лететь с нами. Мне говорили, что он редко вмешивается в дела тех, кто ходит по земле. Да, верно то, что Гвайхир думает прежде всего о безопасности своего народа. Он скорее возьмет опасное дело на себя, чем пошлет кого-то другого. Он видит в нас наблюдателей, которые смотрят на землю с высоты, не вмешиваясь в то, что на ней происходит. Он считает, что наше дело носить известия, а не воинов. Вот и сейчас Повелитель Ветров размышляет о том, какую роль должны сыграть Великие Орлы в предстоящих событиях. А размышлять-то уже некогда. Не поссорились ли вы с Гвайхиром из-за того, что взялись за это? Я верно служу Гвайхиру уже много лет, и ему в свою очередь хватает мудрости, чтобы доверять моим суждениям. Он знает, что я сам выбрал себе ветер, с которым лететь. И выбор мой таков, я не могу оставаться в стороне. Нужно действовать. Даже Орел отдыхает в гнезде, корни которого растут из земли. Мы не можем полностью оторваться от земли судьба эльфов, людей, гномов и даже хоббитов. Рано или поздно станет и нашей судьбой. Чего нам ждать, когда мы доберемся до Гундабада? Немало что известно. Крепость Гундабад выдолблена внутри высокой горы, одетой снегами и льдами. Мы редко залетаем так далеко на север, там дуют коварные ветры и метели, которые прилетают с ледяных пустошей. Там издавна обитают враги. Вам следует быть очень осторожными, пробираясь туда. Там... Так есть ли у нас надежда достичь цели? Ну, втроем против всех гундабарских орков вам точно не выстоять, так что ваше спасение в скрытности. Нужно найти тайный путь, который позволит вам прибраться внутрь, не привлекая внимания, иначе вы растревожите такое осиное гнездо, что вам и не снилось. Я видел, как вы трое одержали победу, когда дело выглядело безнадежно. Если вы не отыщите пути, значит никто его не отыщет. Мы с товарищами постараемся вам помочь, чем сможем, но когда вы войдете внутрь, от нас будет мало проб. Будем иметь в виду, а пока прощай. Так, ну и напоследок. С барышней поговорим. Мои Хавана, Эрадан, я рада, что вы снова навестили меня. Мои мысли часто обращаются к Эстелю и братьям, но и вас с вашими спутниками я не забываю. Я по-прежнему варю миру вор, но наши запасы на исходе. Нам все еще нужны те ингредиенты, о которых я говорила прежде. Этинский Мшанник единственное место, где их можно найти? Нигде более их отыскать нельзя, разве что за много месяцев пути отсюда. Боюсь, что за этими редкими ингредиентами вам придется отправиться на Этинский Мшанник. Но не подвергайте себя напрасному риску. Вашей жизни гораздо дороже фляжки миру вора. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отыскать то, что вам нужно. Прощайте, госпожа. Да. В общем, нас сама игра подталкивает к тому, чтобы выбирать других персонажей, потому как травы, которые нужны, ей для эликсира. Так. А где мои соратники? Где они уже потерялись? Обалдеть. Только что вроде были. Так вот. Собирать травки всякие может только вот она. Обалдеть. Что, красиво? Ну-ну. Два столоба. Да. Собирать травки может только эльфийка. Поэтому, чтобы выполнить задание, нужно выбрать эльфийку и еще раз вернуться в Мшанники. Ну, пока мы не будем возвращаться, пока на гору Гундабад. Надеюсь, мы скоро доберемся до места. Не то ни погода окажется опаснее орков. Мы почти на месте, а этот слегопад скроется со глаз врагов. Беллером, смотри! Там, над горой! Ух ты! Спустите нас на землю. Под прикрытием бури мы пытаемся найти вход в гору. Пока они в небе, дальше нам пути нет. Сейчас мы спустим вас на землю, а потом попробуем отвлечь тварь и везти прочь. Горный перевал. Подняться на перевал и найти вход в кривость. Будем надеяться, что эти крылатые твари слишком. Можно надеяться, что глаза у них не такие зоркие, как у наших друзей орлов. Возможно, мы кажемся им всего лишь еще несколькими орками среди бесчисленных орков. Отчего я должен? Надеюсь, что меня примут за орка. Да, друг ты наш. Невыспоги. Невыспоги. это все один готов у меня меч светится я что-то уже подзабыл по какой причине яростного сечения легендарная и просто последний удар я по-моему я что-то в него вставлял чем светится урон аркам урон нежити или как в этот уже забыл как меч называется который бильбо дал жало по-моему бильбо дал фродо а уже кто бильбо его дал я не помню который светился при приближении корка ну да ах вот такая же ерунда вот как он через него ты чё не пробиваем и что три ударом восемь дырок так туда нельзя цветочек голову да ну давай теперь это лучше сзади мы по ним не получилось ни того впереди дозора похоже кого-то ищет но во всяком случае не нас мы только что пришли а они идут в противоположном направлении на кого же они ищут действительно кого-то они там ищут эльфийский камень пламени вот это круто ого ого да погодите вы дайте отдышаться его шест из северных земель передать 109 200 они конечно этот лучше так ну ладно ну давай давай вставай спина к спине говорит самое время призвать орлов ни фига может сами справимся хватает могущества что что такое и своих и чужих так а теперь с тобой а ты задрал если честно уже так ладно могущество у нас тоже нужно чтобы всякие интересные штуки проделывать и парень потише давай там маши свои дубины да перекатывайся же ты да скидывает пропускных нафиг короче вот там второй бежит линию что и правда без орлов никак не верю ну так как это бронированы были засранить ладно вот так чтобы зря штульпере копили уровень зато по 8 блин как меня вот эти вот так пока мы тут их крошу чок нам что ли бежишь нет нет врешь не возьмешь ну какой ты яростный нет давай что нифига я только заметил весь в снегу либо от перекатов да круто конечно так долго я тебя бить буду наконец-то давай вставай нет пропал значок пока мы валялись да ё-моё нажимай уже ну блин хотел как-то красиво ну ладно ты там под лечить нас не хочешь ну давай да чём не твой уровень были ты давай лечи меня зараза ладно не хочешь как хочешь сам тогда оттезать спали что ли с доброго утра ладно уже думаю одного василить я пока сюда и что тут у нас сундучок и все так надо вот уровень забыл что уровень у нас повысился подтвердить ладно ну режим героя все таки может вот это может и есть режим героя ладно как нибудь проверим если не забуду конечно я ж так не посмотрел что тут нового ухты и ненамного я уж обрадовался ну как обычно дополнительный опыт поэтому передаем у нее все нормально с волей а у нас к сожалению я воли не прокачиваю ибо не вижу в ней смысла мне классно все таки снегом покрылся замерз бедняжка наверно так там где-то орлы летают кричат не видно не видно все негатива все ら все на вот они но под сюда я здесь даже следы остаются на снял обалдеть правда ненадолго ничего не будем уж совсем подираться да перекатывайся ты зараза такая вот отлично сейчас тебе чуть отрублю нет руби все учетом и у друга обиделись так парень умирает да и якобы не совсем лучшей форме подлечиться в отлично не толкайся так что так красиво не добиваются не успел гну они тоже добиваются ух ты какой у тебя наряд то симпат ненький где купила я так и думал так вон назгулы летают ух ты вот это было близко ну думаю на этом мы пока закончим серия уже вроде и так затянулась продолжим уже тайно пробираться на гору или в гору гундабад следующей серии а с вами был грифон всем спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии и до скорых встреч до конца